Моё сегодня утро началось далеко не с кофе, а с похода в магазин, нет молока. Настенька попросила сварить им рисовую кашку и сказала, ты очень вкусно её варишь, поэтому я с удовольствием её буду кушать. Вот так вот бегу в магаз и буду готовить себе завтрак. Схожу в магазин, а там рис краснодарский. Конечно, я взял краснодарский в поддержку любимого края. У нас продолжается бумажная волокита, оформление многодетства, оформление каких-то различных плюшек, если получится. Поэтому я с утра позавтракал, всех накормил, всех оставил и еду сейчас в МФЦ в Подольске. У меня есть на канале выпуск, как я ездил в МФЦ в Краснодаре, и мы хотели всё сделать в Краснодаре. Но там есть небольшой такой геморрой, типа справки какие-то отсюда запрашивать, это всё долго. Собственно, одна из причин, по которой мы решили приехать в Подольск, это увидеться с родными, погостить, вообще просто сменить обстановку, так сказать, отправиться в новое путешествие. И решить вот этот весь, все вопросы вот эти связанные с регистрациями, с бумажками, ну, короче, вот этот весь. Как по факту не нужно, но как бы для жизни нужно. Немножко вам проведу экскурсию по нашему району. Вот у меня родители живут в Кузнечиках, здесь в Подольске есть такой микрорайон Кузнечики. Мы здесь тоже жили, вот, но решили всё-таки освободить квартиру и всё, как говорится, и удалиться в Освоясе. У нас тут есть вот такие вот Алексеевские бани, полно всяких торговых центров. Так, по-моему, мне сюда, я, честно говоря, уже даже забыл, как правильно, куда ехать. Пост полиции у нас тут есть, куча всяких магазинов. Конечно, здесь не так удобно, как, например, мы снимаем в Краснодаре, что у нас в доме есть вообще абсолютно всё. Но в целом там пройти 100 метров, и у тебя есть какие-нибудь там магазинчики продуктовые. Вот эти белые домики, это уже соседние районы. У нас, получается, на два района построили вот этот, видите, такой кирпичный красный дом. Назовём его элитным, ну, по крайней мере, там есть даже панорамное остекление, у них есть свой подземный паркинг. Вот. И ещё есть отдельная наземная парковка. Какой интересный, короче, дом относительно всех вот этих, которые здесь построены. Вообще кузнечики, когда построились, местные подольчане, да, они называли это город в городе. То есть за счёт от кузнечиков, за счёт соседнего района, вот с белыми вот этими домиками подольские просторы, город вырос в два раза. Кузнечики вообще ненавидят все. Ну, как, в принципе, наверное, всех приезжих в какие-то города местные ненавидят. Типа как в Краснодаре, там, в Краснодарском крае все называют. Нас понаехами, понаехами, что вы приехали, что вы припёрлись. Вот. Так же и здесь. Ну, наверное, это наш такой менталитет. Приехал я, значит, в МФЦ, зашёл туда и уточнил. Она мне говорит, что вы, короче, всё это дело можете подать онлайн через Мосрек. В итоге Настеньке позвонил и говорю, слушай, вообще онлайн на всё можно подать. А почему тогда в Краснодаре говорили, что нужно подавать? Может быть, потому что мы, типа, там не прописаны? Поэтому, короче, хрен знает. Я сейчас приеду домой снова и буду, попробую, подать всё это дело онлайн. Блин, приехал домой, сразу сел за комп. Вашу первую услугу, которую мне нужно, и написано через МФЦ почтой либо через МФЦ. Чё за бред? Как они так отправляют? Приехал я в соцзащиту, зашёл, а там у них только по записи. Сказали звонить. В итоге вот минут 10 я звонил, 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 дозвонился. Сказали, сейчас переключу, переключили, но там занято. Сказали, позвони попозже. Ну вот сейчас буду звонить попозже. Слушайте, это какая-то жесть. С горя пополам. Я дозвонился, и меня отправили на этот сайт Мосрек, типа, делать всё там. Но я тупо не понял. Я сидел, ковырял, сколько времени. Компьютер, я вообще не понял, как там что подать. Ну ладно, сейчас еду домой, сейчас вместе с Настенькой, наверное, сядем и будем тыкать эти кнопки, пытаться подать. Подольский готовится к зиме, закрывает фонтан. Может быть, кому-то будет тоже так же актуально. В общем, здесь в поисковике я ввел надпись «Многодет». Меня перекинуло вот на, соответственно, эту услугу. Я её подтвердил. Вот, видите, присвоение льготного статуса многодетной семье. Та-та-та. Дальше согласие. Подтверждаю и прочее. Дальше тут, короче, вот пункт. Выбираю. Не давь. Ну, как бы, всё дальше по схеме. И дальше пишем, короче, все вот эти штуки. Заполняем. Дальше такое табло влазит. Здесь нужно ввести все данные на всех детей не менее трёх. Ну, соответственно, у нас три. Мы же нам много детства подаём. Ну что, с горем пополам. Получилось это сделать. Всё загрузили электронно. И вот теперь будем, наверное, ждать. Мы тут вышли с Тёмкой прогуляться. Сходить до озона. Тёмчик, смотри, твой садик, в который ты ходил. Скучаешь? Нет. Нет? Что, тебе свободная жизнь лучше? Да, конечно. Конечно? Всем лучше. Всем? Да. Да не всем. Ну, там, например, там, где-нибудь лучше. Короче, походил Артёмка несколько месяцев. И мы его забрали оттуда. Поэтому мы идём с Артёмкой в Озон. Завтра у Мирона месяц. Вот. И Настенька заказала там для фотосессии пелёнку, что ли. Ну, короче, сейчас чуть позже, как мы любим, с вами распаркуем. Ух ты, как камера залилась. Вот. И с Тёмкой вышли. С Тёмки холодно. Вообще, идеальный вариант, что мы приехали именно сейчас. Потому что потом это была бы другая история. Мы когда-то давно с Настенькой вот в этих вот двух домах хотели купить себе квартиру. Вот здесь вот планировки классные. Большущие квартиры. Вот. И мы хотели влезть в ипотеку, взять. Слава богу, что ничего не купили и не влезли. Мы пока не созрели для своего жилья. И на данный момент жизни нам очень нравится менять его, кайфовать от разных квартир, выбирать себе районы, какие мы хотим, по удобству, по геолокации. Это вот прям такая наша фишка, такой наш каприз. В общем, вот такой маленький-маленький пакетик. Сейчас до дома дойдём и с вами вместе распакуем. Мы с Тёмкой зашли во вкусвилл. Пойдём туда. Это наш самый любимый магазин вообще. Правда, жаль, его в Сочи нет было поблизости, открылся только один. А здесь есть прямо возле дома. Набрали мы с Тёмиком целый пакет. Давайте сейчас до дома дойду и тоже вам покажу, что мы купили. Ну что, приступим. То, чего нам очень не хватало, это детская шампунь. Вот, запоминайте. Всю жизнь ей пользовались, потом как в Сочи переехали, так всё. Там вообще вкусвилла не было, а потом, когда он открылся, он был очень далеко. Вот такие вот кукурузные палочки натуральные. Дети очень любят. Дальше. Вот такие вот печенья кокосовые. На кокосовом масле, точнее. Вот, ещё шикарные. Халва. У брата увидели такую. Он её вообще вёдрами ест. На фруктозе. Вот, запоминайте. Так, что ещё? Настенька попросила купить себе пастилу. Вот такую вот. Ни разу не брали. Ты попробуй, Настенька. Это тебе. Он надо дать. Так. Артём, как всегда, схватил любимые сушки. Тоже с классным составом. И Настенька ещё попросила вот такие сухари. Ну, собственно, всё. Вот, Настёнка заказала вот такую вот фотопелёнку. Потом на фоточках посмотрите, как она выглядит целиком. Представляете, мы, короче, не взяли ванночку малому, чтобы его купать. И в итоге два дня уже не купали. И смысл в том, что я пошёл, думаю, сейчас куплю какой-нибудь большой таз, пошёл в один магазин. Нету. Пошёл во второй. Нету. В третий нету. В четвёртый нету. В пятый нету. И в итоге ухожу, уже весь район обошёл. По всем магазинам нигде нету. Бегу до детского мира. Там, надеюсь, там я найду. Вот у нас есть такой, здесь, значит, торговый центр. Здесь есть детский мир. Через дорогу ещё всякие магазинчики. И самое главное, что здесь есть, пицца 24. Многие знают экспресс-пицца. Вот где дешёвая и безумно вкусная пицца. Как-нибудь выпуски обязательно с вами там закажем, покажу. Как вы поняли, в нашем детском мире не было ванночки, ни тазика, поэтому я иду в самый центр города. Судя по интернет-магазину, там есть в наличии ещё там какая-то распродажа, кибер-дни у них. И можно ванночку купить за 500 рублей. Ну, короче, поэтому сейчас еду, как говорится, вместе с вами всё проверим. Заодно покажу вам ТЦ-шку в центре. Такой вот здесь торговый центр, который так и называется центральный. Так, ну вот тут всякие разные ванночки. Только единственное, та, которая нужна, что-то я и не вижу. Прикиньте, я 20 минут прождал ванночку у меня. Сейчас рассчитаюсь и в машину сяду и расскажу, сколько денег она стоила в итоге. Вы просто охренеете. В общем, я туда пришёл в магазин, посмотрел на сайте и думаю, дай быстро оформлю. Короче, закинул в корзину, оформил, и у меня она по акции уже была 500 рублей, да? Плюс у меня были в бонусы 300 с чем-то. И она мне обошлась, ребята, 151 рубль. Ну, не офигенно ли? Вместо 900, что ли, или 800, что так она стоит. Я пока искал ванночку, мамулька приготовила плов. Красота. Сейчас я покажусь. Ой, какая у тебя тарелка с хурмовой. Прямо это, как? Азербайджан? Ну, почему? Узбекистан? Ну, почему? Афганистан? Ну, почему? Таджикистан? Ну, конечно. Башкирия? Урал? А все вместе. Ай, какая красота. Ты мне поможешь или как? А ты поможешь мне снимать видео? Давай, давай, я подержу. Давай, что нужно сделать? Ничего, я уже сама. Вот так вот. Ой, красота. Вот так вот, вот так вот. под этот замечательный вкусный плов уже детки отведали. Мы будем кушать, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok